Привет, комрады! Я хотел поделиться с вами тем, чему научил меня мой наставник по охоте, уважаемый Александр Николаевич, касательно оружия. Многие люди, кто покупает первое оружие, начинающие охотники, перед ними стоит выбор купить одностволку или двустволку. И многие люди думают, что двустволка предпочтительнее, якобы она надежнее, два выстрела можно сделать. Но не совсем так. На эту тему есть определенные заблуждения, хочу про них сказать. Александр Николаевич назвал двустволку оружием опасным для ее же владельца. Почему так? Да, очень просто. Первые два выстрела вы делаете из двустволки очень быстро. Вот двустволка, ИЖ-27, хорошее надежное оружие, два у него спуска, два ствола. А вот следующие выстрелы после этих двух вы либо не сможете сделать вообще, либо сделать очень медленно. Столка очень неудобно переламывается. Вот здесь вот есть такой рычажок. Те, у кого ездят с толкой, знают, что это такое. А вот те, кто будет покупать оружие, пойдет в магазин. Вот это вот сдвигается большим пальцем слева направо, чтобы переламить ружье и зарядить его. Вот это, во-первых, делается очень неудобно. Во-вторых, два ствола вы не сможете зарядить, скорее всего, одновременно двумя патронами. Вы схватите один патрон, бросите его в какой-то ствол. А в тот ли вы его бросили, нажали на спуск, ах, выстрела нет, надо с другой, другой схватить, зарядить и прочее. А вот с одностволкой, вот ИЖ-18, замечательное, прекрасное ружье. У Александра Николаевича, кстати, вот с оптикой такое ружье, причем с самой простой. Вот когда вы его держите, по крайней мере я так держу, я вот нажимаю на спуск указательным пальцем, а безымянным и мизинцем переламываю вот этим рычажком, такой рычажок удобный. Закидываешь следующий патрон в ствол, и оно уже сразу готово к выстрелу, сразу делаешь следующий выстрел. Несколько выстрелов из одностволки делаются очень быстро. То есть ружье переламывается, вот одностволка ИЖ-18, очень легко и быстро бах-бах-бах. Был у меня случай на охоте, надо было быстро перезарядить ружье. Очень быстро перезаряжая, я не ожидал от себя такой скорости. То есть даже там навыка какого-то серьезного не надо иметь, чтобы быстро стрелять из одностволки. К тому же двустволка имеет такой недостаток, что она точно бьет только на расстоянии приблизительно 35 метров. Дальше пули начинают расходиться. Один летит немного в одну сторону, пуля одна летит в другую, другая не мог в другую. Крестит так называемая, есть у нее такое свойство. Ну так вот она устроена. И точный выстрел, пулевой выстрел из двустволки вы, если будете делать на большое расстояние, особенно в напряженной ситуации, зверя вы там ждете или еще что-то, вы его сможете сделать точно только из одного ствола. Потому что вы будете знать, куда вот этот вот, например, левый ствол вас стреляет, а правый будет стрелять немного в другое место, там разброс будет. И точно вы не попадете. С одностволка этих проблем нет, вы четко знаете, куда она стреляет. Так, следующее. Опять же, еще очень важен, критичен для тайги, вообще для охоты вес оружия. Двустволка тяжелее. Когда вы ходите, каждый килограмм веса, каждый полкилограмм веса может оказаться заметным. Это важный фактор. Следующее, что еще можно отметить. Где... А, Александр Николаевич, например, стрелял из одностволки оленей, ну правда небольших, ну приблизительно на 150 метров. То есть, есть хорошие пули, которые точно летят на это расстояние. И вы точно можете на этом расстоянии попасть. Повторю, что у него однастволка с оптикой. Обычные гладкие ИШ-18. Следующее, что можно отметить, что из двустволки вы, ну вот, не сможете из двух стволов точно стрелять в одну и ту же точку на таком расстоянии. То есть, вы просто будете использовать один ствол, а перезарядить, вот, повторю, основное, вот зло, что все портят, всю малину, как Александр Николаевич сказал, то, что вы не сможете быстро перезарядить. Ни в двух стволов просто кинули патрон, выстрел не произошел, там опять ее переламывается. Плюс еще менее удобно. Двустволка переламывается. Есть все-таки одна область применения, где двустволка предпочтительнее. Ну, извините, это не для начинающих охотников. Это когда люди ходят в кедровый сланик за раненым медведем. Там у них два патрона, два независимых спуска, два независимых спусковых крючка. Вот они добирают этого раненого медведя с близкого расстояния, расстояние в несколько шагов. Ну, извините, вот такие серьезные люди. Они не будут смотреть видео для начинающих охотников. Это только для очень серьезных ребят. Еще хотел бы отметить, что на охоте все решает первый выстрел. То есть, если вы промазали по зверю первым выстрелом, то второй вам уже не нужен. Зверь убежал, птица улетела, и все. Охоту вот какую-то, ну, там, где люди... Двустову, Александр Николаевич, например, назвал оружием, что вот это для людей, которые за уткой-то ходят, стреляют в свое удовольствие, там, стараются ее стрелять как можно больше. Но это он не считает нормальной охотой. Звери он убивает птицу только для того, чтобы съесть. Больше, чем надо, ему не берет. И я спросил, не один раз его спрашивал, сколько вам нужно на год патронов. Он говорит, мне достаточно 10 пуль, пуль его на весь год. Все, пожалуйста. Это вот нормальный таежный охотник, который добывает зверя для еды. Те, кого он называет пострелушечниками, которые убивают зверя только ради своего удовольствия, или дырявят банки и пеньки. Ну да, им там нужен пулемет. Вот. И ящик патронов. Таких людей он за серьезных охотников как-то, ну, не рассматривает. Зверя для своего удовольствия он никогда не убивает. Все, комрады. Да, и рекомендую к использованию на одностволке пули полева, например, второй, третью. Третью даже, может быть, лучше. ППСТ еще хорошие пули. Пули летят очень точно, скажем, до 100 метров. Точность сопоставима с нарезным оружием. И если вы умеете стрелять, то второй выстрел, как правило, вам не нужен. Вот. Такое вот видео. Все, комрады. Извините за затянувшееся видео. Пока. Заходите еще. И еще расскажу кое-что интересное.